И вот, казалось бы, сенсация. Власти Забайкальского края подписали протокол о намерениях о передаче тысяч гектаров в аренду китайцам. И тут же раздались крики «Родину продают». Но выяснилось, как говорил Виктор Черномырзин, что это наглая ложь. И не совсем так. Из Забайкальского края репортаж Родиона Мариничева. Сколько они будут зреть еще? Катяда через... не черюкать, это уже созлеет. Его настоящее имя Кыянь, но представляется Андрей. В Забайкалье он давно чувствует себя как дома. Здесь тоже растут арбузы. Главное знать маленький китайский секрет. Получается, у нас здесь скрещено, они получаются корни, тыква. И здесь верхние уже арбузы. Земля и удобрения российские, технологии китайские. Соседнее картофельное поле – это такой аграрный хай-тек. Здесь стоят специальные дозаторы, которые под пленкой дают влагу картофелю. Еще недавно здесь были заброшенные совхозные поля, которые они обрабатывали более 20 лет. Сейчас в окрестностях села Маковеево, засеянные около 130 гектаров, вращивают лук, картошку, морковь, свеклу и другие овощи. Около половины рабочих – это граждане Китая. Но вот для обработки этого морковного поля достаточно задействовать всего 8 человек. На поля они выходят с рассветом, живут вот в этих хижинах. Такая почти неприхотливая рабочая сила для многих забайкальских аграриев стала едва ли не основой бизнеса. В настоящее время у нас здесь найти хороших овощеводов очень сложно. Поэтому мы вынуждены работать с китайскими рабочими. В местном правительстве, похоже, смирились с тем, что своими силами край не поднять. Предприниматели из других российских регионов тоже не слишком хотят вкладывать деньги в Забайкалье. Сегодня это дотационный регион. Если в советские времена миллион двести тысяч гектар было занято под сельскохозяйственные угодья, то на сегодняшний день эта цифра всего 300 тысяч. Заброшенные земли могли бы арендовать китайцы, решили в краевом правительстве. Одной из китайских компаний уже предложили обрабатывать 115 тысяч гектаров. Это сравнимо с половиной территории Москвы. Срок предполагаемой аренды 49 лет. Рассматривается несколько районов. Это и Агинский район, это и Сретенский район, это и Шилкинский район, это и Нерчинско-Заводский и Александрозаводский район. Пока это протокол о намерениях. Но если он не останется лишь на бумаге, по всему региону появятся совместные российско-китайские компании. Они будут основой местной экономики, уверен первый вице-премьер краевого правительства Алексей Шеметов. Одним из таких успешных предприятий могла бы стать Магойтуйская промзона, это юг Забайкалья. Казалось бы, здесь все условия для развития бизнеса. Отсюда дороги ведут и на запад, и на восток России, и к границе с Китаем. Рядом Трансзип. Оттуда планировалось провести ветку длиной 600 метров. Вокруг этой ветки планируется создать погрузочные-разгрузочные площади. За погрузочными-разгрузочными площадями, за складскими помещениями расположены производственные помещения. А это реальность. Пока здесь построено только три административных здания. Остальные четыре квадратных километра пастбища для сельского стада. Сейчас в промзоне ожидают двух крупных инвесторов. Но дальше переговоров дело не зашло. Многие приезжают, просто удивляются, как можно приехать, грубо говоря, в кавычках, на голую территорию. И начать строить какие-то свои предприятия. Пригласить китайцев значит создать предпосылки для экспансии, уверены в местном отделении КПРФ. И это мнение в Забайкалье разделяют многие. В Чите прошло несколько пикетов и готовятся новые. Общий главный лозунг «Поможем себе сами». Мы считаем, что способности наших специалистов и наших мехазиатовских кадров при поддержке государства, если бы более надежная поддержка была, вполне реально можно было из залежи вновь сделать плодородной с хозяйственной земли. Волна возмущения докатилась и до Государственной Думы. Там даже решили проверить законность того самого протокола о намерениях сдать землю в аренду китайским компаниям. Один раз, особенно под такие предложения, запустишь туда иностранное управление этими территориями, обратно уже его не выгонишь. Эта территория будет управляться из-за рубежа. Они будут откупаться. Мы не собираемся ни торговать, ни отдавать землю. То есть мы призываем инвесторов прийти сюда и работать на этой земле. И говорим любому инвестору, приходите к нам, у нас есть ресурсы. Но, как выяснилось, не везде составлен реестр свободных земель. Так что процесс, который краевые власти хотят начать как можно скорее, рискует затянуться. Власти муниципалитета как раз и говорят о том, что все процедуры будут проходить через публичное слушание в виде сходов граждан, собраний. В Забайкальском отделении Народного фронта готовят первую открытую дискуссию об аренде. Там уверены, никаких неясностей быть не должно. Сколько именно земли выделяется конкретному предприятию, на каких условиях. И, пожалуй, главное, сколько граждан Китая будут ежегодно приезжать на заработки. Сегодня в Забайкалье, по официальным данным, 8 тысяч китайцев. Краевые власти хотят пригласить еще 11,5 тысяч. Получается, общее число мигрантов из Поднебесной достигнет 20 тысяч. Это чуть больше 2% от общего населения края. Губернатор Константин Ильковский призывает избавиться от фобий в отношении китайских рабочих. Порча земель происходила злоупотреблением теми или иными удобрениями и так далее. И все это, в конечном итоге, привело к такому недоверию. И вот теперь одна из таких задач наших совместных, как власти, так и китайских инвесторов, преодолеть вот это недоверие. Хорошо работаем все, легко. Никак, получается, лучше. Родион Мариничев, Сергей Палько, Михаил Артемов, Федор Сухарников. Программа «Вместе. Россия. Забайкальский край». Родион Мариничев, Сергей Палько, Михаил Артемов, Федор Сухарников.